Иисус Христа Смотрят, пусть Божий мир придет в ваше сердце, пусть беспокойства уйдут, пусть уйдет всякая суета, потому что мы были сотворены в мире, мы не были в стрессе, по-быстрому как-то зачаты, знаете, где-то как-то, нет, мы были спланированы Богом, мы шедевр Бога, Он нас создал, мы творение Его, Библия говорит. Итак, тема проповеди будет называться «Открытое сердце». Если человек верит в существование Бога, но не открыл свое сердце для Него, то никакой пользы не будет. Такая вера находится на уровне разума. Сегодня можно доказать существование Бога научными разными методами, разными-разными можно доказать, что невозможно, чтобы сам по себе появился мир, где сплошные законы. Послушайте, из хаоса, вот кто-то говорит, например, верит в теорию большого взрыва, произошел однажды в космосе, во Вселенной взрыв, и вдруг появились планеты, и вдруг все появилось, и вдруг появилась Земля, и вдруг на ней появились люди. Знаете, есть хороший такой пример. Вот разберите айфон на все возможные частицы. Винтики всякие, стекло, все, раскройте, все, 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 полностью. Какой айфон там? Часы какие-нибудь, или тот же телефон. Все разберите, вложите его в банку, полностью разобранный весь, закройте, и долго-долго трясите. Когда вы откроете банку, будет он собран, как вы думаете? Нет, правильно. Вот мальчик правильно отвечает. Он не будет. Даже нету шансов, что он вдруг будет собран. Но мы верим почему-то, что Земля со всеми сложными законами появилась сама по себе. Человеческое строение, строение человека сложнее всей вселенной. Вот если взять строение человека и взять всю вселенную, строение человека, тело человека, сложнее, чем вся вселенная. Мы не будем доказывать существование Бога Бог есть В него ты либо веришь, либо нет Что такое живая вера? Живая вера – это тогда, когда ты открыл свое сердце для Него Знаете, многие люди с детства их убедили, что есть Бог Они сами не проверили это Вот я с детства был, я верил, что есть Бог И я в детстве даже проверял, я деньги потерял Мне однажды дали деньги сходить в магазин, купить Я положил его в варежку Но в магазине я каким-то образом потерял эти деньги И я даже не знал это Я узнал, когда я подошел к кассе Когда я все продукты выложил на кассу Я смотрю, что у меня нет денег, которые мне дали Которые мне мама дала Я первая Я стал обращаться к Богу Потому что меня научили Мама научила молиться с папой Я молился, я говорю, Бог, помоги мне Пожалуйста, Господь, помоги мне найти эти деньги И я иду, мне грустно Но я верю, я доверяю Богу И в тот же момент я думаю, ну что мне теперь делать Я иду, знаете, что делаю? Я раскладываю все продукты обратно Денег нету, все Ты хотел их купить, они уже были, вот На кассе, можно сказать И когда я раскладываю все продукты Иду по магазину, я смотрю, мои деньги лежат на полу Их никто не трогает И Бог показал мне Я есть Я отвечающий на молитвы Если ты не веришь, проверь Но при наличии, даже при наличии таких чудес Сердце мое все равно оставалось закрытым Я на уровне разума и души знал, что есть Бог Есть Бог Я знал точно В отличие от всех сверстников, с которыми я общался Друзей во дворе Я в классе Я знал, что есть Бог Я знал, что Он за нас умер, что воскрес Есть небеса, есть ад Я знал это Но я лично не знал Бога Почему? Потому что я должен был прийти к такому моменту Когда я свое сердце сознательно, осознанно открою для Бога И это произошло У меня это произошло в 17 лет Конечно, не только в этом возрасте приходят люди Люди и в пожилом возрасте приходят И раньше к Богу приходят Но в моей жизни произошло так И я осознанно сказал Господь, я открываю свое сердце для тебя Войди в мое сердце Недостаточно верить в Бога Если вы сейчас возьмете интервью у дьявола Он есть тоже Это личность Это ужасная личность И он есть Если вы у него возьмете интервью И спросите у него Верит ли он в Бога? Он скажет, да Что он верит Но он дьявол Почему? Потому что он был даже на небесах Он видел Бога Он был Богом сотворен Но пошел против Бога Он стал грешить и стал отцом всякого греха Какой бы грех на земле не появился Его отец, дьявол Это изобретение дьявола Многие электронные игры Это изобретение дьявола Многие наркотики Сегодня такие наркотики Если бы ты наркоману рассказал 30 лет назад Что будут такие наркотики Они бы в шоке были бы Реально, когда люди уходят в духовный мир и гуляют Это все дьявол Ты спросишь, а как дьявол? Он берет людей Потому что сам он не может творить Заставляет их, чтобы они изобретали Потому что у человека есть творческий процесс Человек может творить Он создан по образу и подобию Бога И дьявол держит как работника Знаете, часто бывает так, что начальник фирмы Сам ничего не умеет делать Профессионально Он еще что-то может, конечно, сделать Гвоздь прибить И тот погнет его, когда будет забивать Или закрутить Это будет немножко видно, что непрофессионально Зато у него есть фирма У него сплошные профессионалы Люди высший пилотаж Могут сделать любую работу Качественно, быстро, красиво Но он начальник этой фирмы Вот так и дьявол Он сам не может сделать Но он может захватить людей Держать их в рабстве И они ему будут строить пирамиды Если семя не упадет в землю То не принесет никакого плода Вот если семена стоят в банке или в мешке Они есть Они семена У них есть большой потенциал Большой потенциал Кормить людей по всему миру Пшеница или что-то Но для того, чтобы произошло Произошел результат Произошло чудо Его нужно опустить в землю Вот есть Бог Есть человек Человека можно убедить верить в Бога И знаете, он будет убежденный верующий Но не рожденный свыше И это большая разница Никодим был убежденный верующий И когда он к Иисусу пришел ночью Чтобы его никто не увидел С Иисусом Он стеснялся, можно сказать И он начал говорить Иисус, такие чудеса, которые ты творишь Точно не может творить тот Если с ним не был бы Бог С тобой Бог Мы знаем это Ибо таких чудес, которые ты творишь Никто не может творить Если с ним не будет Бог Но Бога он лично не знал Иисус ему сказал Никодим Истинно говорю тебе Должно тебе родиться свыше Тебе должно открыть свое сердце Для Христа А он задает вопрос А как я могу родиться? Я пожилой человек Я буду чистар Что, лысину мою не видишь, что ли? А Иисус ему говорит Никодим Ты ли этого не знаешь? Ты учитель Ты учишь Слову Божьему А не знаешь, как родиться свыше? Да, люди не знали Потому что рождение свыше Принес Иисус Христос Моисей принес закон Закон от Моисея А благодать через Иисуса Христа Что такое благодать? Благодать – это когда грешник становится святым Как? Пошел, сделал доброе дело? Нет! Просто поверил во Христа И что? Ты оправдан? Да! Сто процентов оправдан И омыт кровью Иисуса Христа Иногда мы думаем Что вот я такой плохой человек Потому что я сделал много зла Но теперь Если я буду делать добро То я буду добрый человек И я, значит, праведный человек Нет! Нет! Мы становимся праведными Через веру во Христа И сюда дела не относятся Но! Когда я стал праведным Через веру во Христа Соответственно, у меня появляются добрые дела Дела как следствие В моей жизни Как следствие моей веры Моего открытого сердца Поэтому, дорогие друзья Я обращаюсь сейчас к каждому Если вы ни разу не открывали Свое сердце для Христа Сделайте это Сделайте это Если вы многое что пробовали в жизни Но этого вы еще не пробовали Стоит Стоит Сделать это Скорее Потому что мы не знаем Дастся ли нам еще шанс Будет ли у нас еще шанс Будет ли у нас возможность А сейчас идет призыв Прямо сейчас Импульсы идут Ваше сердце Открой свое сердце для Христа В каком бы ты возрасте Не находился Мал ты или стар Открой свое сердце для Христа Вот в чем смысл жизни Смысл жизни заключается в том Чтобы здесь на земле Бог родился в твоем сердце Бог должен прийти в твое сердце И пока ты его не откроешь Он не сможет туда зайти У него есть свои принципы Он не нарушает твоей свободы Никогда У тебя есть свобода Держаться от Бога подальше Либо верить на уровне разума И держать свое сердце закрытым Либо открыть свое сердце Это ты решаешь Это никто не может решить Только ты решаешь это Момент моего покаяния Мысли приходили Зачем ты это делаешь? Зачем ты сейчас будешь молиться? Потому что дьявол знал Что сейчас меня Бог Каким-то образом побуждает помолиться Я чувствую побуждение А дьявол говорит Зачем? Ты таким же всегда будешь Ты не изменишься Ты не станешь верующим Ты не сможешь быть верующим Даже если ты сейчас помолишься Потом твои друзья Твое окружение Оно будет влиять на тебя И ты не сможешь жить верующим человеком Но я отверг эти все мысли Я сказал Господь Прямо сейчас Я открываю свое сердце для тебя Я помню этот момент Я помню этот момент Как будто я его сделал Вот две секунды назад Прошло уже больше двадцати лет Я помню этот момент Как сейчас Когда я стоял И я принимал Христа Я открывал свое сердце Поэтому сделай этот шаг Сделай этот шаг Иисус сказал Никодиму Человеку Который знал Библию Который знал Тору Знал закон Знал И все исполнял Можно сказать Иисус ему сказал Тебе говорю Тебе должно родиться свыше И он задает вопрос Как я могу родиться Как я могу родиться Будучи стар А Иисус ему говорил Совершенно о другом рождении О рождении Духовном Рождении В Божьем Царстве Когда ты просто Где бы ты ни находился Ты просто свое сердце Открываешь для Бога И говоришь Бог Мое сердце открыто Добро пожаловать Я открываю Войди Я принимаю тебя Я принимаю тебя Вот стоит Например Вот больной лежит Допустим Да У него стоит лекарство Мед там Или какой-то сок Или что-нибудь еще Какое-то лекарство На тумбочке Но пока он не примет это Оно ему не поможет Оно будет рядом Оно будет просто На расстоянии Вытянутой руки Но лекарство Помогает только тогда Когда его принимают Мед тебе поможет Лимон тебе поможет Варенье малиновое Тебе поможет Отвар из малиновых веток Тебе поможет Имбирь тебе поможет Только тогда Когда Ты это примешь Бог тебе поможет Только когда ты его примешь Он не может помочь Он может тебе помогать Да Он будет вести тебя К покаянию Но этот шаг Нужно сделать Человек рождается Свыше Именно тогда Когда впускает Своё сердце Бога В Старом Завете Такого никто не учил Такого даже не было Понятия Вы знаете Такого понятия 20 лет назад Не было А ты зайди На такой-то форум И скачай Ты зайди На такую-то страницу И скачай Если бы тебе Представь Тебе сказали бы 30 лет назад Ир Да ты не переживай Просто зайди И доскачай это И что Поняла бы Ира Зайди И скачай Понимаете 30 лет назад Или еще Какой-нибудь там Да ты просто Зайди И с облака Скачай Ну тебе бы Точно сказали бы Посмеялись бы Да Прикол Прикол Но сегодня все Заходят И говорят А где у тебя хранится А у меня в облаке хранится Причем не смеются Не улыбаются А серьезно имеют ввиду Где твоя информация В облаке И почему-то Сегодня уже не смешно Потому что реально В облаке там Все твои данные И фотографии Там или еще что-то Так же и здесь Старый завет Не подразумевало Рождение свыше До Христа Никто не мог Родиться свыше Все должны были Исполнять закон И не нарушать закон Если ты Исполняешь закон Ты праведен Если ты нарушил Ты все Нарушитель закона Но когда Иисус Пришел Он сказал Верьте в пославшего То есть в меня Верьте Хлеб у тебя может стоять Рядом на столе Но если ты в него веришь Но не кушаешь Он тебе не даст силы Какая бы вкусная еда Не была Ее надо кушать И делать практические действия Матфея 15 глава 19 стих Иисус говорит Потому что из сердца Исходят злые мысли Задумайся Вдруг тебе приходит Злая мысль какая-то Плохая мысль Против кого-то Или что-то плохое сделать Из сердца исходят Убийство Супружеская неверность Разврат Воровство Лжесвидетельство Клевета Представляете Иисус говорит Что у нас внутри Есть сейф Есть сейф Есть хранилище Жесткий диск Куда все записывается И где зарождается грех Это не в разуме А в сердце человека Для первых людей Если бы вы спросили У первого человека У Адама с Евой Скажите В вашей жизни Есть разврат Или супружеская неверность Они бы переглянулись Сказали бы А что это такое А мы не знаем Такого даже Как бы Названия Мы не понимаем О чем ты говоришь Но есть ли у вас Такое Когда злость Приходит на вас Злые мысли Такие приходят Они сказали бы Мы не знаем Такого Мы не понимаем О чем ты говоришь А лжесвидетельство Вот вы Адам и Ева Вы лжесвидетельствуете Они бы опять Они все Что бы ты не сказал им Они бы сказали Покрутили бы Так вот Удивились бы И сказали бы Нам непонятно О чем ты говоришь То есть первые люди Сотворенные Богом У них не было Никакого Греха в сердце Не было никакой грязи Не было ничего Отрицательного Почему? Потому что Там Находился Бог Бог заполнял И сердце Но потом Адам начал Сваливать на жену Она меня соблазнила И я согрешил Она То есть Перекладывать Вину Хотя Он был виноват В этой ситуации Его же не заставляла Жена есть Она не пихала ему Это яблоко В рот Он же мог Понимаете Сказать Нет Я не буду это делать Но нет Он же сделал грех Его никто не заставлял Делать грех Однако Когда надо было Оправдываться Он свалил все на жену Что она Меня соблазнила Когда Бог Перевел свой взгляд На жену А что ты скажешь Она такая А меня Змей Соблазнил Знаете Откуда у них Это появилось Сваливать Вину Не просить Прощения А Сваливать Вину На другого Я знаю Это у человека Есть В грешной природе Человека Когда у тебя Что-то не получилось Ты куда-то опоздал Ты неправильное решение Сделал Ты кого-то Хочешь обвинить Вот попадись Мне кто-нибудь На ком бы я Мог зло Все согнать И обвинить Кого-то Нет Если я это сделал Я должен Покаяться Но Так как они Не знали Что это Новое Появилось у них Грех Они не знали Как каяться Это тоже Надо было научиться Они научились Греху Они не умели Грешить И им надо было Научиться Каяться Потому что Появилась у них Новая природа Но плохая Природа Потому что В сердце Вошел грех Каким бы человек Не был хорошим Идеальным Добрым Если в его сердце Не живет Бог Туда будет приходить Дьявол Дьявол всему Научит Знаете Когда рождаются дети А я видел Как рождаются дети Поверьте Я видел Как они растут И вижу Продолжаю смотреть Я вижу Что они вообще Ничего не умели Они такие были Хорошенькие Такие прямо Вообще Никогда бы не обидели Маму с папой Не умеют Они никакого Зла не причиняют Они даже Если что-то сделают Там толкнут Они даже не понимают Это рефлексы У них нету Коварства У них нету Злости Они тут же Обидели И тут же Играются Понимаете То есть Дети рождаются Просто нейтральными Можно сказать Святыми Если так можно сказать Но потом Они всему Начинают учиться У старших У взрослых Дома Во дворе Через мультики Через фильмы Через все Через интернет Они учатся Злу И ты смотришь Какие-то вещи Стали проявляться В ребенке Противление Стало проявляться Огрызаться Стал Стал бунтовать Раньше Вообще Никаких проблем Не было Когда был Маленький Ребенок За руку Его взял И пошли И он счастлив И ты Сейчас Уже не так Уже Понимаете Есть другая Природа Уже есть Своё я Я не хочу А почему ты мне говоришь Так Я так не хочу делать Я тебе Не только сейчас Я так говорю Я всю жизнь тебе говорил И у тебя было Всё нормально Но сейчас Ты стал противиться Потому что Ты научился Грех стал Возрастать В человеке И вот этот Процесс Греха Когда грех Начинает Развиваться В человеке С самого раннего Возраста Когда ещё Он не осознаёт До взрослого Возраста Когда человек Осознаёт Что такой грех И делает его Этот процесс Проходит Каждый человек И вот Наступает Такой момент Когда Человек Должен сказать Хватит Стоп И включить свет Вот это Называется Рождение Свыше Когда ты говоришь Что я Сам Не могу Перестать Грешить Потому что Я Знаете Это как волку Сказать Да ты С любовью Смотри На зайца Ну что Ты Зайца Хочешь Схватить Ну что Ты Всё В лес Смотришь Природа У него Такая Хищная Сегодня Тот День Сейчас То время Когда Нужно Открыть Своё Сердце И Иисус Говорит Как Награду Для тех Кто Верят В Бога Он Говорит Блаженны То есть Счастливы Те люди У которых Чистое Сердце Почему Они увидят Бога Они увидят Бога Если Грязное Сердце Ты не Увидишь Бога Если Там Нету Христа Ты не Увидишь Бога Если Очень Много Людей Верят В Бога Но Живут С Грязным Сердцем Их Сердце Закрыто Для Бога Но Открыто Для Всякого Рода Зла Послушай Эти люди Не являются Верующими Это Люди Которые Не сделали Главный Шаг Не Сделали Они Ходят Вокруг Воды Ходят Знаете Есть Люди Которые Купаются Приехали На море И купаются А есть Те Которые Ходят Вокруг Ныряй Давай Плавай Наслаждайся Так же Здесь Бог Рядом Но Не Внутри Тебя Значит Ты Неверующий Признай Признай Тебе Не нужно Перед Богом Перед Людьми Казаться Хорошим Ведь В старой Природе Мы Именно Так О Я Показываю Что У Меня Все Хорошо Не Надо Этого Делать Театра Перед Богом Приходишь И Говоришь Бог У У Все Плохо У Меня Все Плохо Я Признаю Что Я Грешник И Поэтому Я Прошу Тебя Прямо Сейчас Войди В мое Сердце Я Устал От Своего Грязного Сердца Оно Замучило Меня Войди В мое Сердце Иисус Не просто Войдет Он Влетит Туда Он Как Он Желает Поселяться В сердцах Людей Он Не Брезгливый В том Плане Что Он Не Побрезгает Что У вас Грязное Сердце Потому Что Его Кровь Она Очищает От Всякого Греха Он Вас Отмоет И Вы Будете Белыми И Пушистыми Перед Ним Вы Будете Оправданы Не Потому Что Вы Пошли И Сделали Кучу Добрых Дел Прошлое Нельзя Изменить Но Будущее Можно Настоящее Будущее Меняй Скорее Меняй Скорее Меняй Своё Будущее Не Откладывай На завтра Нету Более Важных Дел Чем Твоя Душа Чем Твоё Сердце Нету Более Важных Дел Мы Считаем У меня Есть Недоделанные Дела У меня Есть То Я Подожду Ещё С этим И Раз И Ты Умер У тебя Сердце Остановилось Что Не Можешь Такого Быть У Футболистов На Футбольном Поле Останавливается Сердце У Спортсменов Останавливается Сердце Что Они Планировали Умирать В этот День Он Бежит По полю С поднятыми Руками Становится Потом И потом Падает Мёртвый Друзья Подходят И плачут Уносят Его Всё Не Успел Не Откладывай Это Самое Главное В жизни Самое Главное Открыл Ли Ты Сво Сердце Для Христа Вошёл Ли Поселился Ли Он Там Если Ты Слышишь То Сделай Этот Ответь На Этот Призыв Ответь На Этот Призыв Тебя Приглашает Любовь Тебя Приглашает Бог В Своё Царство Но Он Насильно Не Может Тебя Туда Не Может Нет У него Таких Методов Насильно С Человеком Обращаться Я Скажу Про Себя Я Рад Что Я Уверовал Я Счастлив Мне Страшно Если Бо Я Не Уверовал Я Представляю А Если Бо Я Тогда Не Уверовал В 17 Лет Когда Я Был Юношей А Если Я Знаю Что Могло Бы Произойти Мне Страшно Мне Страшно Той Жизнь Я Бо Не Хотел Жить Я Очень Благодарен Богу Что Бог Вошел В Мое Сердце И Изменил Его Меняет Его Но Он Родился В Моем Сердце И Спас Меня Я Стал Другим Человеком Если Вам Дьявол Врет Не Слушайте Его Он Не Хочет Один Страдать Он Хочет Чтобы Было Больше Команда Компания Была С Компанией Страдать В озере Огненом Но Бог Хочет Чтобы Вы Были В Его Доме Наслаждались Небесами Для Кого Он Небеса Сотворил Для Вас Для Вас Чтобы Вы Наслаждались Чтобы Вы Жили Там У Нас Кроме Этой Жизни Есть Основная Жизнь Она Вечная Она Там На Небесах Она Начинается Конечно Здесь На Земле И У Многих Она Уже Началась Но Там Она Будет Уже Основательно Основная Наша Жизнь Вечная Она Будет Там Нам Бояться Нечего Бойся Отходить От Господа И Бойся Чтобы Бесы Придя В Твой Дом Не Обнаружили Его Пустым Вот Этого Бойся Храни Своё Сердце Храни Поклоняйся И Молись Даже Как Умеешь Разговаривай С Иисусом Разговаривай Он Внутри Тебя Давайте Сейчас Помолимся